Отмена фитосанитарного контроля на границе Казахстана и Кыргызстана станет возможной только после принятия дорожной карты, где будут учтены все требования нашей страны. Такое решение было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве. В начале года инспекторы ЕАЭС провели в Кыргызстане проверку пищевых предприятий и оценили ситуацию по особо опасным болезням животных. Специалисты пришли к выводу, что пока рано говорить о снятии ветеринарных и фитосанитарных постов. Казахстанская сторона предложила разработать и подписать с Кыргызстаном соответствующую дорожную карту. Напомню, в мае этого года Казахстан первым среди стран СНГ получил статус «Зоны, свободные от ящура». Это открывает огромные рынки сбыта животноводческой продукции. Но позиция может быть потеряна из-за преждевременной отмены ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе. Мы предложили альтернативный вариант нашим коллегам, чтобы в понедельник мы ждем делегацию Кыргызстана. Мы пригласили также представителей нашей комиссии. Мы стояли жестко на том, чтобы пока мы не подпишем с вами дорожную карту по каждому вопросу, который подняла Казахстан, мы пока общее решение не будем принимать. Наши коллеги согласились. Я думаю, что это разумный подход. Я думаю, что там нерешаемых вопросов нет, но нам надо четкое понимание и видение наших кыргызстанных коллег. Совет ЕЭК рассмотрел свыше 10 проектов документов, в том числе вопросы ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов ЕАЭС и ЕЭК, а также развития сотрудничества по производству строительных материалов. Важным результатом встречи стало обсуждение создания рабочей группы по единой системе идентификации. Ожидается, что в ЕАЭС введут единый идентификатор в таможенной и налоговой сферах.